Сергей Богданович, первый матч с Евой был две недели назад. Какие выводы для себя вы сделали из той встречи? Я думаю, подтвердили те наши ощущения, которые у нас были по тем матчам, которые мы видели. Это хорошая команда с хорошими исполнителями, естественно, которые могут и по ходу матча перестраиваться, ту или иную схему, и есть определенный хороший ресурс с точки зрения освежить игру или усилить некоторые позиции, очень серьезных причем усилить. Команда, которая прекрасно играет в обороне, хорошо контратакует, сейчас добавился Дибала, он, конечно, разнообразит, прежде всего, атакующую мощь команды. Изменится ли завтра игра «Зенита» по сравнению с матчем на «Газпром-арене»? Посмотрим, сложно сказать. Мы всегда выходим для того, чтобы играть, где-то получается играть первым номером, где-то не получается играть. Но в любом случае мы всегда стараемся играть и в позиционной атаке, и в быстрых атаках, а сколько в пропорциях получается играть в той или иной стадии игры. Это уже насколько позволяет соперник. Будем играть, постараемся все наши силы отдать завтрашний матч, для того, чтобы сыграть как можно лучше. А игра «Ювентуса» ждет ли вы, что туринцы дома будут активнее и, в принципе, сильнее? Конечно, «Ювентус» практически каждую игру играет очень высоко, прессингует, играет очень агрессивно. И не только в прессинге высоком, но даже обороняясь все время. Активно обороняется в этом компоненте. Команда очень-очень сильна. Я думаю, завтрашний матч будет продолжением той линии, которую они показывали и показывали. В каком состоянии находится «Малком» и сможет ли он принять честь в игре? «Малком» прилетел. Вчера немножко потренировался, сегодня потренируется так же, как и «Круговой». И мы уже посмотрим, насколько готовы они сыграть. Если готовы, то сколько они готовы сыграть. Все решим. У нас есть еще сутки до матча. Последний вопрос. После матча в Петербурге вы отмечали низкую реализацию своих моментов. Вслед за этим «Зенит» забил 11 мячей в двух матчах. Что нужно сделать, чтобы завтра эта результативная полоса продолжилась, а не обрвалась? Я не думаю, что низкая реализация моментов. Моментов, я думаю, в первом матче с «Ювентусом» было очень немного ни у нас, ни у «Ювентуса». Скорее нужно стараться больше создавать моментов и моменты, которые будут ближе к мячам, чем те моменты, которые мы создали в Санкт-Петербурге. Поэтому, конечно, нужно прибавлять, нужно играть, нужно больше создавать моментов. Естественно, будут моменты, стараться их реализовать, потому что невозможно побеждать, не забивая.